Рыбалка на льду бывает не только зимняя, но и осенняя. Своим примером это доказывают некоторые нижнекамцы. Невзирая на толщину льда от 2 до 5 сантиметров, они уже облюбовали Пионерское озеро. Для сотрудников госинспекции такие смельчаки всегда были, есть и будут головной болью. По их словам, помимо бесстрашия, рыбаки еще и очень упрямы. Ситуация повторяется из года в год. Но риск является благородным делом не всегда. Иногда это перерастает в трагедию. Были неоднократные случаи по республике, что люди провалились под лед. В этом году уже и утонули. Также случай был, что машина провалилась под лед. Люди, конечно, выбрались, никто не утонул. Также еще был один случай в Зеленовском районе. Рыбак пошел на рыбалку один, без друзей. И под натиском своего веса лед провалился, подрезка съема провалился под лед и утонул. Осуждают столь неоправданный риск не только госинспекторы. Альберт Шакиров наблюдает за рыбаками уже не первый день. На вопрос, для чего, ухмыляется. Говорит, хочет стать свидетелем ледового побоища. Кто-нибудь да под лед уйдет обязательно. Там, где нет здравого смысла и инстинкта самосохранения, есть административная статья. За выход на неокрепший лед до 7 сантиметров рыбакам-экстремалам придется заплатить. Штраф составляет полторы тысячи рублей. Долго ждать первого штрафа не пришлось. Как и при всех нарушениях, протокол составляется и здесь. Пользоваться этой административной статьей начали недавно. А значит, теперь осенняя рыбалка станет делом не только рискованным, но еще и дорогим. Александр Акишин, Рафаэль Ракипов. Новости НТР. Александр Акишин, Рафаэль Ракхам-экстремленной.